Не сказать, что нас смутил Нептун в костюме Санта-Клауса на дне огромного аквариума. Мы, журналисты, и не такое видели. А вот то, что этот сказочный, да важный герой связывает узами брака пару аквалангистов удивило. Впрочем, ничего необычного для югорчан здесь не происходит. В Коголымском океанариуме теперь можно обменяться кольцами при самых взыскательных гостях – акулах. Инструкторы увлекают молодоженов за собой вглубь на несколько метров, а перед этим не забывают покормить зубастых рыб. Мы не бросим, конечно же, на растерзание акулам молодую пару. Мы с ними, вот я не знаю, как родные мама с папой будем для них. Так что пусть не боятся, приходят и им очень понравится. И все-таки браки, основная их часть, заключается именно на небесах. Иначе, как объяснить, прям-таки чудесные югорские показатели. Округ в лидерах по числу союзов по итогам прошлого года. 11 с небольшим тысяч пар официально зарегистрировали свои отношения. За 11 месяцев 2019-го. Получается, по тысяче пар в месяц примерно. Динамика, так сказать, налицо. Росстат отмечает, что это больше, чем в прошлом году, аж на 221 семью. Примечательно еще и то, что все семьи родились до исторического президентского решения давать маткапитал на первенца. Знать отношение к браку у большинства югорчан ответственное. И не продиктовано, как может показаться материальной выгодой. Впрочем, материально молодые семьи в югре поддерживают всячески. Зачастую оригинальными способами. Вот и в Нягоне с начала года такой изящный подарок получили почти три десятка пар. Подарок с говорящим названием «Росту в югре» раздают прямо в ЗАГСе. Покажи свидетельство о рождении и получи мультикарту с 20 тысячами рублей. Деньги не в рост, а на вырост, как говорится. Подарок этот губернаторский. И дается он каждому югорчанину, который появился на свет в 2020-м. А после получения карту надо было активировать на портале госуслуг или в мобильном приложении. Мы были приятно удивлены, что круг такую программу сделал, что дарят новорожденным подарки такие. Для семьи это вообще плюс большой, допустим. Мы приобретаем коляску на эти средства для маленькой девочки нашей. Югра вообще сильна по части современных технологий и их прикладного применения. На ирусеть с женским, заметьте, именем Вика недавно показали губернатору Наталье Комарой. Голосовой помощник поспособствует скорейшей ориентации в обилии госуслуг. Знающие люди говорят, с помощью нее можно даже заключить брак. Вот так вот. Сдается нам, что достаточно будет произнести голосовую команду. Совет да любовь. Но это не точно. Зато точно то, что Наталья Комарова уже представила Вику на Конгрессе в Страсбурге. Спасибо.